Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Избранная из беседы святителя Иоанна Затаустова на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Будем с трепетом внимать словам, а вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Исайя 66, 2. «Станем сокрушаться сердцем, будем оплакивать грехи свои, как заповедовал нам Христос. Станем скорбеть о своих преступлениях, возобновим тщательно в памяти все, на что мы отважились в прошедшее время, и все то постараемся совершенно загладить. К этому Бог открыл нам много путей». Исайя 43, 26. «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться». И в другом месте. «Я сказал, исповедую Господу, преступления мои ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, 5. «Так частые воспоминания грехов и обвинения себя в них немало способствуют к уменьшению великости их. И есть и другой путь, еще более верный. Когда мы не помним зла ни на ком, кто согрешил против нас. Когда прощаем всякому соделанные против нас проступки. Хочешь ли знать еще и третий путь? Послушай, что говорит Даниил. «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Есть и еще, кроме сего, путь, частые упражнения в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу. Приносит нам немало утешения и оставлений грехов также и пост, когда соединяется с любовью к ближним. Он угошает и силу гнева Божия. «Вода угасит пламень огня и милостыня очистит грехи». Сирахов 3.30 Итак, будем ходить по всем этим путям. Если будем всегда держаться их и на них обращать свое внимание, то не только очистим прошедшие преступления, но и на будущее время много приобретем для себя пользы. Не дадим дьяволу возможности нападать на нас. Да и сами не впадем в беспечность житейскую. Но мы заградим Ему он и проход. Будем трезвиться, бодрствовать, чтобы после краткого времени и небольших трудов достигнуть в бесконечные веки бессмертных благ. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.